Всем привет, с вами Игорь. Сегодня решил заснять такое видео, как бы помочь людям, которые хотят заняться солнечной энергетикой. И сейчас они так в раздумье, так сказать, какие же солнечные панели выбрать. Монополи, размер панелей, бренд, производитель и так далее. TR1, вот это вот все. Я вспоминаю себя примерно полтора-два года назад, когда я решил этим заниматься. Я был в растерянности от всех этих ассортимента, выбора, технологий. И мне нужна была вот эта информация, очень была нужна, которую я сейчас, сегодня в этом видео хочу изложить. Итак, начинаем. Первый вопрос. Вот вы зашли в магазин, там интернет-магазин или какой-то такой магазин. Вот. И вы видите монокристаллические и поликристаллические. Какие панели выбрать? Сразу такой возникает вопрос. Цена на монопанели, она на первый взгляд дороже. На первый взгляд. Но, если пересчитать цену за ватт, то есть, как это считается, надо просто взять цену панели всей, разделить на заявленную мощность в ваттах. Там пишется на каждой панели мощность в ваттах. Там, например, 280 ватт, 285, 290. Вот. Мы цену панели делим на вот эти вот ватты и получаем стоимость одного ватта этой панели. Вот этой панели. Если так сделать, то, что я сделал, да, я перед видео проанализировал немного, пересчитал это все. Взял несколько панелей, там, одного и того же производителя, нескольких производителей для сравнения. Вот. И внутри производителя сравнивал, там, моно и поли, и между производителями. Что у меня получилось? Стандартная панель 100 на 160, моно-кристаллическая. Цена за 1 ватт, это на конец 2020 года, сейчас, ноябрь месяц 2020 года, 7 гривен 50 копеек. Вот. Это на панель метр на метр 60. Поликристаллическая панель такого же размера, от 7 до 8 гривен. Ну, тоже, в среднем, где-то 7,50. То есть, что мы, получается, что цена за ватт, моно-кристаллической и поликристаллической панели не отличается. Она одна и та же. Просто, та панель, моно-кристаллическая, у нее больше и КПД. Вот, чем оно отличается? То, что у моно-кристаллических панелей больше КПД. Ну, там, почему это, это технические там подробности, они нам не нужны, там, какой-то очищенный кремний. Зачем нам это? Нам важен результат. Вот. У моно-кристаллических панелей КПД примерно 19-20%. У поликристаллических 16-17%. Вот в таких вот пределах. Из-за этого одна панель получается из-за большего КПД, выдает больше электроэнергии, и, соответственно, больше она и стоит. Но если я же говорю, пересчитать за ватт, то, что нам и надо. Ведь мы покупаем, покупатель, он смотрит не за панель, да, ему не панель надо, ему надо электрическая мощность. Вот, какая мощность он получит. Вот. То получается, что он платит одни и те же деньги за один ватт мощности. Поэтому, вот эта вот видимая, более дорогая видимость такая, да, получается, что типа она более дорожая, монокристаллическая, это обманчиво. Получается, что цена одна и та же, на моно и поликристаллические панели. Наоборот, даже моно получается выгоднее брать, потому что, если одна цена, то у меня, мой трекер, например, который я сделал, влезет 14 панелей, да, метр на метр 60. И по мощности это 4 киловатта. Но я, если возьму монокристалли, я туда могу впихнуть 4 и 4 киловатта. То есть, 400 ватт у меня личная мощность. Я, конечно, за них заплачу, за эти 400 ватт, да, потому что монокристаллические они дороже, ну, как я уже рассказывал. Но крепление, что у меня осталось то же самое, то есть, размер крепления, трекер тот же, мне не надо добавлять железо, там, наращивать его, чтобы добавить. Но у меня туда влезет уже 4 и 4 киловатта. Поэтому монокристаллические панели выгодно брать людям, у которых, ну, ограниченная какой-то там маленький участок, ограниченная площадь, или они хотят, вот там вот, ну, только получается, например, на крышу поставить панели, больше их негде ставить. Там деревья, там сад, там огород, там, ну, негде ставить. И хочется побольше впихнуть их на какую-то определенную площадь, которую растянуть уже невозможно, например, крыша, то, конечно, вам было бы лучше брать монокристаллические. Это однозначно. Тем более, что цена на них одинаковая. Вот. Разница в цене есть, как я заметил из своего анализа, в размере панелей. То есть, есть размер стандартный метр на метр шестьдесят, есть размер стандартный метр на два. Метр на два. Так вот, вот эти метр на два, они немного дороже. Получается, за один ватт восемь гривен. Примерно монокристаллические и поли даже немного больше восьми гривен. Ну, примерно восемь, и там, и там, восемь гривен за ватт. Если там около семь пятьдесят за ватт, то тут получается на этот размер метр на два около восьми гривен. Но это объясняется очень просто. Там просто на больших панелей толщая алюминиевая рамка. Там рамка идет на сорок миллиметров, а на меньших панелей те, что сто на сто шестьдесят тридцать пять миллиметров. Вот из-за того, что там, ну, это естественно, потому что панель больше, она тяжелее, она должна быть конструктивно жестче, чтобы, понятно, да? Поэтому она дороже. Вот этот размер больше, и он дороже. Есть еще специальные панели двенадцать вольт, там, но они настолько неоправданно дорогие. Я так не знаю, почему за них такие деньги дерут. Там вот эти вот двенадцати вольтовые панели типа для автономной электрической станции, хотя никто их напрямую все равно не подключает, подключают через контроллер или инвертор, то получается там сто пятьдесят, сто шестьдесят, сто семьдесят, сто восемьдесят ватт стоят около трех тысяч гривен, а панель на двести девяносто ватт чуть больше двух тысяч гривен. разница такая вообще с ног сшибательная. Я не понимаю этого и не вижу смысла в таких вот специальных двенадцати вольтовых или двадцати четырех вольтовых панелях. Не вижу абсолютно. Дальше. Что такое ТР-1? Многие, наверное, уже встречали вот этот вот список ТР-1. Во-первых, этот список, он даже сделан не для людей, не для обычных обывателей, потребителей. Это список рейтинговый для банков, всяких инвестиционных фондов, которые хотят вкладывать деньги в какие-то проекты, бренды. Вот это для них сигнал, хороший сигнал, если вот этот производитель солнечных панелей состоит в этом списке. Почему? Потому что этот производитель уже не менее пяти лет на рынке делает свою продукцию. То есть, меньше, чем пять лет он не может попасть в этот список. Второе, он имеет полностью свой цикл производства. От выращивания вот этого кремния кристалла до полностью все сборка там. Много есть производителей, которые сами не имеют вот этого цикла и закупают просто элементы солнечные, ну, сами вот эти кремнии пластинки, перевозят их себе, там же складывают. Но это, соответственно, вроде как влияет на качество конечного продукта. Вот это вот транспортировка лишняя, лучше, когда оно все делается на одном заводе от А до Я, до самого последнего. Третье, автоматизация. Должна быть на этом предприятии полностью вся линия автоматизирована, роботизирована, то есть никакой ручной сборки, никаких китайцев с паяльниками, они там не должно быть, и это тоже все влияет на качество конечной продукции. И последнее, этот бренд должен постоянно вкладывать в инновации деньги, то есть иметь свою лабораторию, там что-то разрабатывать новое, внедрять какие-то технологии, придумывать что-то там постоянно, не стоять на месте, так сказать, а идти в ногу со временем. Вот что и определяет вот эти вот критерии, будет ли этот производитель в этом списке или нет. Но это все я считаю это все довольно так сомнительно, и во-первых, этот список он не разглашается, и поэтому если там пишут, что вот этот бренд в этом списке есть, то как доказать, что он еще есть в этом списке, потому что он может быть в этом списке, а потом его оттуда исключили, например, на следующий год, потому что каждый год он пересматривается. Вот и как это подтвердить, если, например, или еще производитель делает качественную продукцию, но ему еще нет 5 лет самому бренду, заводу, то он не попадет в этот список. Это что, значит, он не качественный? Нет, я тоже считаю, что это... Ну, короче, тут довольно-таки все непонятно, скользко и не конкретно. Дальше, дорожки. Вот тоже покупатель видит панели с разными количеством дорожек. Как определиться, какие лучше? Ну, естественно, что, если посмотреть на эволюцию солнечных панелей, вот развитие, как развивалась эта технология за примерно последние 20 лет, то мы увидим, что постоянно увеличивалось количество вот этих вот дорожек. Самые первые панели были всего с двумя только съемными дорожечками, пропаянными. Потом каждые там 2-3-4-5 лет добавлялась одна, потом еще одна, там 3-3-дорожечные, 4-дорожечные, 5-ти дорожечные. Сейчас очень много 5-ти дорожечных. Хотя по идее уже все производители такие серьезные, они уже перешли на многодорожечные панели, там уже по 8-10-6-9-12, у меня 12-ти дорожечные, хотя они не очень качественные, но тем не менее технология передовая. Что это дает? Это во-первых дает небольшой прижас мощности. Например, вот такая же самая панель, как у меня, того же производителя, тоже поликристаллическая, но с 5-ю дорожками, она 285 Ватт. У меня 12 дорожек, уже 290 Ватт, то есть 5 Ватт, как бы, вроде немного, но тем не менее. Плюс там еще деградация, вроде бы, у них меньше, и там если где-то образуется трещинка, то это не так повлияет на производительность, но это то, что я читал про вот эти дорожки. Короче, плюсов там много от этих дорожек, так что советую все-таки обращать внимание на более многодорожечные панели, они будут более технологичны, продвинуты, и это значит, что в этой панели уже как бы она сделана недавно, потому что это новая технология, и там уже все собраны вот эти вот все новинки, все технологии, последние самые, они там в этой панели есть. Если вы видите, что продавец продает панели с двумя или тремя дорожками, но это как минимум должно у вас уже какие-то подозрения возникнуть насчет этого продавца и насчет этих панелей, где они были столько лет, где они лежали на складе, потому что такие уже давно никто не делает. Дальше стекло, тоже немаловажный момент, вообще стандарт стекла, это самое главное, я считаю, что это самое главное в солнечной панели, там вообще когда берешь в руки солнечную панель, такое впечатление, что там все на этом стекле и держится, потому что рамка там такая довольно хлипенькая, сами элементы это тоже пленка, там стекло как бы держит всю эту панель, вот, то стандарт идет, там это каленое стекло и 3,2 толщиной миллиметра, 3,2 миллиметра, это как бы стандарт, у всех производителей он практически одинаковый, но я встречал панели на некоторых сайтах с толщиной стекла 2,5 и даже 2 миллиметра, на это я тоже обратите внимание, чтобы стекло было не меньше 3,2 миллиметра, потому что это жесткость конструкции, это сопротивление снеговым нагрузкам, чтобы оно не треснуло и граду и так далее, понятно, что чем толще стекло, тем лучше, вот, и последнее это сезонность, как ни странно, сезонность товара, вот эти солнечные панели, то есть тоже вот это сезонный товар панели, на зиму их цена падает, у нас в Украине, я не знаю, как в России или в других странах, но у нас в Украине цена на зиму падает, на весну они дорожают, поэтому советую брать солнечные панели, примерно это конец осени, начало зимы, так вот под Новый год, ну под Новый год панели никто не берет, понимаете, поэтому там вот эти производители, менеджеры, они там сидят возле телефонов и спят, и мечтают, чтобы кто-то им позвонил, купил у них панели, они уже согласны на многие скидки и условия, вот, поэтому советую брать именно зимой, или даже в начале зимы, конец осени, начало зимы, когда у них мертвый сезон на вот эти панели, они вам обойдутся дешевле, может быть, даже с бесплатной доставкой, вот, ну вроде бы все сказал, что хотел, вот, там у меня есть много подписчиков, которые более долго занимаются солнечными панелями, электростанциями, если у вас какие-то есть еще соображения, хорошие советы для начинающих, кто хочет только заняться этим делом, покупать панели, пишите в комментариях свои советы, может быть, я в чем-то не прав, то поправьте меня, я думаю, это видео будет полезно людям, которые только будут начинать заниматься и хотят определиться с выбором этих солнечных панелей, все, как бы все сказал, ладненько, всем пока, до следующих видео.